Всем привет, друзья! Ну что, до нашего отпуска, до нашей поездки в Санкт-Петербург осталось совсем мало дней. Когда выйдет этот ролик, уже, наверное, и вовсе мы, возможно, даже уже в поезде будем. Ну, в общем, у нас случился такой форс-мажор, что мы же забронировали жилье уже недели-две назад, может быть, даже больше. И спокойно прикупили себе билеты давным-давно, сидели и не парились, вообще ни о чем не думали. И сегодня ночью от хозяйки квартиры, которую мы собирались арендовать в Питере, пришло сообщение, что она заболела. И, в общем, ну, то есть она же сдает свою квартиру, она собиралась тоже уезжать в отпуск и нам сдать свою квартиру. И пришло сообщение, что она заболела, и она никуда не поедет, и, соответственно, квартиру нам сдать не сможет. Не странно, что у нас была предоплата, все. В общем, такая беда случилась у человека. Вот, она вернула нам предоплату, все, но мы тут на панике. Осталось всего несколько дней, а учитывая, что мы едем на праздники, да, там 9 мая, все дела. И, естественно, люди забронировали все заблаговременно. Тут, конечно, у нас началась паника, и мы сегодня полночи искали жилье, везде все занято. Ну, либо цены такие, знаете, там за сутки 7 тысяч, 8 тысяч, ну, как бы, когда ты едешь там на неделю, на 10 дней, ну, это слишком дофига. Вот, короче, полночи мы искали, уже закрывались глаза, просто я уже говорю, давай ложиться спать, утро вечером мудренее, в общем, завтра будем думать. Сегодня мы встали, то же самое утро, начали искать, полдня искали, в общем, опять же, нашли апартаменты, в которых мы уже останавливались. Ну, не те же самые апартаменты, а фирму, да, сеть апартаментов по Санкт-Петербургу, у которых в разных точках есть апартаменты, квартиры, комнаты. В общем, сейчас, видимо, будет какая-то склейка, потому что у нас опять начала оттупить жесткая камера. Вроде бы пару-тройку месяцев все было нормально, а сейчас опять началось, она выключается по 350 раз на дню. И хорошо, если хотя бы сохраняет. Сейчас быстрее, то, что я записывала, она сохранила. А в последнее время бывало, что вчера, позавчера мы снимали видео, очень многое просто не сохранялось. Там 10 минут рассказываешь что-то, и потом смотришь, и все, выключилось, ничего не сохранялось. В общем, если хотите, можете кинуть донат нам на камеру, мы все так же собираем. Вот, ну и в общем, апартаменты, сеть апартаментов по Санкт-Петербургу, вот. У них на Авито было несколько вариантов, но все варианты, которые подходили нам по количеству человек, все были заняты. Но у них также есть свой сайт, я перешла на сайт, там ввела, на сколько людей нам нужно, на какие даты, и там нашелся один номер. Ну, номер, конечно, не в лакшери, но уже как бы особо, знаете, выбирать не приходится. Ну, типа, либо хочешь в лакшери, иди за 10 тысяч снимай в сутки, ну, либо как-то так, немножко попроще. И то, все, мы забронировали, внесли предоплату. Тут уже, я надеюсь, никаких форс-мажоров не случится. На жилье нам стало в два раза дороже, чем до этого было запланировано. И то есть, как бы, это немножко все-таки печально, да. То есть, когда рассчитываешь на одну сумму, там месяц планируешь свой отпуск, готовишься к одному, и потом выясняется, что за жильете нам будут дать в два раза больше, ну, как бы, это немножко грустно. Вот. Ну, поездка, слава богу, у нас не отменяется. Мы едем, уже меньше недели осталось, совсем буквально чуть-чуть. Вот. Билеты туда-обратно у нас все куплены. Жилье по второму разу забронировано. Но здесь, я думаю, что ничего не может случиться. Я надеюсь на это, да. Мы уже не раз останавливались в этой сети. И как бы, в общем-то, все нормально было. Вот. И причем номер тоже будет в центре, в принципе. То есть, ну, там, Невский проспект и дом за Невским проспектом. Улица Первая Советская, да, если это кому-то о чем-то говорит. Ну, то есть, прям вообще у Московского вокзала, прямо в центре Питера. То есть, за те деньги даже, что мы здесь нашли апартаменты, то есть, можно было найти только где-то там в Девяткино, вообще на окраине. Там, я не знаю, какой-то поселок там Песчаный или какой-то нам предлагали вообще, Колпино. Ну, то есть, мы сегодня, конечно, очень долго искали, очень расстроились. Ну, нашли, слава богу. Вот. Пишите обязательно ваши комментарии, что вы хотите нам предложить, посетить. Да, тоже можете скидывать донатики на какие-нибудь музеи, мы не откажемся. Потому что, ну, сами понимаете, у нас семья из четверых человек. И даже если там в какой-то музей вход на одного стоит 500, то на четырех это 2000, и особо по музеям уже не находишься накладно. Ну, как бы, в принципе, первые дни мы планируем, как всегда, просто прогулки, да, парки, фонтаны, основные достопримечательности, все как всегда. Ну, и потом уже, наверное, во второй половине отпуска уже какие-то музеи, что-то такое обязательно тоже будет. Вот. Ну, в общем, с Питером разобрались. Теперь есть еще одна очень увлекательная история, касающаяся билетов для поездки на море. Что творится с билетами, это просто, ребят, бардак какой-то, да. В каком-то из видео я вам говорила, что у нас продажа на наш поезд билетов открывается только 27 мая, да. То есть первый поезд вообще курсирует, да, на нашем направлении 27 мая. Все, когда открыли продажу билетов за 45 суток, мы посмотрели, там цена буквально изменилась, там что-то рублей на 300, может быть, по сравнению с прошлым годом, мы еще так обрадовались, что не сильно подоржало все. Поэтому, опять же, мы уже подрасчитали всю сумму, что нам нужно будет на билеты, сколько отложить, да, все там, в общем. И зашли когда на сайт, когда объявили, что за 45 суток будет продажа билетов, мы зашли на сайт, там написано, что продажа может начаться и раньше. И вы об этом не узнаете. В общем, ничего не остается, только как вам самим, каждое утро в 8 утра, с тех пор, как останется 90 суток до отправления вашего поезда, заходите мониторить билеты. У нас 90 суток до отправления поезда будет 17 мая. Но, тем не менее, я сейчас посматриваю вообще, что происходит с билетами. Ну, как бы четко, они за 45 суток продаж открываются или нет. Ну, и получилась такая интересная история, что, значит, билеты продавались за 45 суток, начиная, там, я не помню, с 12 апреля или с 13 апреля. Продажа началась у нас, они за 45 суток были, за 45 суток, 2 недели они продавались за 45 суток. И в один прекрасный день я захожу, когда за 45 суток должна продажа на 11 июня только открыться, открывается продажа на срок до 1 июля. То есть, как бы, да, возможно, те, кто планировал поездку в конце июня и думал, что за 45 суток продажа у них начнется там только в мае, да, возможно, что они остались без билета, потому что там, ну, очень мало места осталось. В основном, либо верхние, либо боковые, и причем так, ну, в разброс. То есть, семьей там особо как-то не расположиться будет. И, в общем, мало того, что это довольно прискорбный факт, потому что нам придется с 17 мая каждый день в 8 утра, а не только продажа билета, потому что билеты, если вы хотите купить нормальные места, а учитывая, что нас много, нам нужно много рядом мест, как бы, да, то есть, у нас 10-12 человек, ну, 10 точно, вдвое под вопросом, как бы, да. И, соответственно, нам надо 3 купе, допустим, целиком, и шансы купить их там за несколько минут, ну, это вообще, конечно, очень сложно сделать. И это каждый день, нужно в 8 утра сидеть со всеми этими телефонами, деньги на карте, чтобы были, чтобы быть готовым к тому, что вот сейчас откроются продажи, потому что вот у кого-то продажа сейчас открылась там за 65 суток, у кого-то за 61 сутки, то есть, логики абсолютно нет никакой. Ладно бы, если было за 45, и вдруг такие, о, класс, открываем за 60, давайте, ребят, будет за 60. Нет. То есть, тут у кого-то тоже в комментариях нам не раз уже писали люди на другие поезда, поезда с другим направлением, то есть, это наш поезд так открылся. У кого-то тоже так было уже, несколько человек мне писали так про поезд Адлер, который тоже, что за 45, за 45, люди скинут за 45, а потом заходят, и уже на их даты продажи билетов открыто, и билетов нет. Уже не один человек нам об этом написал, да, и как бы, ну, блин, это вообще-то фигня, конечно, полнейшая, и вот будем мы с 17 мая каждое утро в 8 утра сидеть с телефонами в руках и ждать вдруг откроются. И так мы будем сидеть, видимо, 45 дней, потому что продаж может открыться за 45, может за 65, может за 83, а может за 89. Будем, в общем, сидеть ловить. Конечно, вообще не в восторге от этого тоже, потому что я работаю тоже ровно с 8 утра, и в 8 утра у меня уже начинается работа, и когда ты не знаешь, ну, что, допустим, ты такой пришел на работу, классно на работу, заходишь, и там, оказывается, билеты, и, ну, типа это очень сложно совместить. Одно дело, когда ты знаешь, да, день, когда тебе надо купить, даже если ты работаешь, ты все, подготовился к этому, чтобы купить все. И другая история, когда вот так происходит. В общем, это первый, да, минус. И второй минус то, что билеты, то есть, вот опять же, они за 45 суток все, что продавались, продавались до 10 июня, они вот были с ценой там на 300 рублей, по-моему, дороже, чем в прошлом году всего. Ну, ок, мы посчитали по этой цене, все, класс. Дальше, на несколько дней, почему-то билеты стоят на 500 рублей дороже. На 500. То есть, 300 с прошлого года, там, или 400, и еще 500. И дальше, после этих нескольких дней, билеты еще дороже. То есть, уже на 1000 дороже. И, как бы, ну, понятно, опять же, что на семью это, получается, уже, ну, там, не 300 рублей, да, сумма собирается. И, в общем, не знаю, мы теперь абсолютно уже не знаем, чего ждать. И цена, может, она еще вырастет на 3000. Тут уже вообще непонятна логика, что у них происходит. То есть, всегда так было, что, когда открывалась продажа на первые поезда, вот, в мае, да, 26-27 мая, и все, все лето цена была та же. Ну, по крайней мере, на нашем поезде у нас так было. И всегда с этого дня я точно знала, как бы, как только открывалась продажа на первый поезд, что все, по этой цене мы поедем. Здесь мало того, что она один раз подорожала, так через 5 дней она еще подорожала. В общем, короче, какой-то дурдом. Теперь ничего толком не посчитаешь, ни по деньгам, никак, в общем, опять тоже накладочки такие. В общем, это все, конечно, печалит, но мы не вынуваем. Будем каждый день в 8 утра ловить свое счастье. Вот как-то так. Так, ну, прежде нам предстоит съездить в Питер. Мы съездим в Питер, вернемся мы как раз уже, наверное, вот к тому, да, наверное, тогда и вернемся, когда у нас 90 суток будет до поездки на море. И с тех пор мы начнем мониторить каждый день. Ну, вот как-то так. Ну, вот. Пока все такое, что прям накипело. Все самое главное рассказала. Сейчас будем кушать салатик. Сделали салатик простенький такой, рыбный. То есть мы вообще не любители рыбы дома, да. Мы довольно редко ее готовим. Обычно если, ну, там, жарим филе, например. А салаты рыбные, ну, я вообще, честно, не помню, когда мы в последний раз делали. И нам нравится именно такой вот салат, вот просто, где вот рыбная, да, это банка, картошка, лучок, перчик, соль и все. Без там горошков. Яиц, нет, такие мы тоже едим, конечно, да, бывает. Там мимозу делаем, все дела. Ну, такой простенький иногда хочется. В общем, сделали салатик захотелось нам. Сейчас будем кушать. Покажу вам сейчас. В общем, увидимся. Ребят, мы уже покушали. Вот такой салатик у нас получился. Хотели сделать по тарелочке, сделали. Стасик. Блин. Ну, ладно, хватит еще на завтра и, наверное, на послезавтра. В общем, салатик, как я сказала, уже только картошка, рыбка с банок, лучок, соль и перец черный молот. И все. Рыбку мы купили вот такую. Доброфлот Сайра. Она в магните сейчас по 269 рублей, по-моему, за банку. Но я взяла две баночки с купонами с 30% скидкой. Около 200 рублей вышла банка. Вот взяли две такие баночки. Рыбка хорошая, нам понравилось. Вот, лучок немножко крупно Ваня нарезал. Лук резал Ваня, потому что я его не режу от слова совсем, потому что на мои глаза он очень жестко влияет. Поэтому как-то так. Ну, в принципе, нормально, очень вкусненько. Нам понравилось. Думали добавить горошек, яйцо, не стали ничего добавлять. В общем, вот такой вот салатик. Кстати, ребят, сегодня вот как раз когда ходила в магнит, иду по улице, значит, и вижу, как через дорогу перебегает маленькая девочка, совсем малышка, может быть, года три. И как бы все взрослые в куртках, она в футболочке просто, в штанишках, да, в кроссовках. Бежит, бежит через дорогу, хорошо успела затормозить машину, ехала, как раз, машина. Она, несмотря по сторонам, просто перебегает через дорогу и бежит по другой стороне дороги. И я смотрю, и как бы думаю, может быть, за ней сзади где-то там мама, папа, бабушка, не знаю, кто-то бежит. И смотрю, и людей больше нет. Смотрю, навстречу ей взрослые люди по семьям проходят, проходят. И она забегает в один двор. И я побежала, в общем, за ней. Ну, потому что, как бы, понятно, что это ненормально. Никто не отпустит такого маленького ребенка одного гулять. В общем, я побежала за ней, догнала ее. Оказалось, что девочка по-русски не разговаривает. Я так поняла, что она меня понимает, но все, что она мне там могла ответить, да или нет. Вот, то есть я даже не смогла узнать, как ее зовут, там, возраст ее, ничего. Вот, я ее спросила, что ты где была, с кем была, что она вроде говорила, бабушка, бабушка, все. Ну, и, соответственно, что делать? Мы с ней пошли в обратную сторону, тут немножко вышли. На дороге никого нет, никто не ищет ее. И я позвонила в службу 112, и там уже, чем я была удивлена, мне сказали, да, Екатерина Николаевна, здравствуйте. Я думаю, ого, сервис. Вот, ну, в общем, я сообщила, что ребенок потерялся, в общем, что нашла. Сразу со мной все рассказала, и даже не пришлось задавать уточняющие вопросы. И, как бы, они сказали, что вы с ней останетесь, подождете вы наряд. Я говорю, ну, в смысле, конечно, подожду. Нет, я брошу ребенка, здесь, да, позвонила, и ладно, класс, пошли. Вот, и в Магните у меня работают девочки знакомые. Мы зашли с ней, я говорю, что пойдем на улицу холодно, ты в одной футболке. Мы зашли, девочка такая вот милая, добрая, улыбается все. И я боюсь, что как бы с ней могло случиться что-нибудь плохое. Она вот могла с любым человеком так вот взять за руку и пойти. Это, конечно, страшно. И вот мы пришли в магазин к девчонкам, зашли, я попросила, чтобы чай ей сделали, все, сделали чай. Я вышла на улицу посмотреть, прошло уже 15 минут, полиции еще не было. Я вышла на улицу посмотреть, ну, вдруг кто-то ищет. Смотрю, бегает мальчик, ну, прям мальчик лет 13, наверное, такой, ну, рослый. Бегает, видно, что на панике что-то ищет. Я ему говорю, ты что потеряла? Он говорит, девочку маленькую потеряла. Я говорю, как ты мог потерять маленькую девочку? Он говорит, ну, типа бабушка меня отправила там гулять с младшими сестрами. Я пока на одно отвернулся, поворачиваюсь, второй нет. Блин, ну я вообще просто была в шоке. Конечно, мы пошли с ним, все, дошли до его сестренки. Да, она такая, что брат, брат. Я передала из рук в руки девочку, да, брату. Он стоял, говорит, я не знаю, как вас отблагодарить. Меня дома убьют. Я говорю, главная благодарность будет, это просто не теряйте больше ребенка. Потому что мало того, что ее чуть машина не сбила, да и мало ли, сколько у нас сейчас нехороших людей на улицах, да, кто мог просто ей дать руку, позвать, увезти куда-то и все. Вот, в общем, такая вот история получилась. Я позвонила, перезвонила в полицию. Перезвонила в 112, они мне сказали, мы передали ваш звонок. Позвоните в 102, я перезвонила в 102. Там тоже очень милая девушка была. Она сказала, спасибо вам огромное, что вы отзвонились. Мы наряд уже к вам направили. Ну, видимо, многие, когда уже не надо, они не отзваниваются, что не надо. Говорит, все хорошо. Я говорю, все хорошо, да. Вот. В общем, забрал ее брат, ушли они домой. Но я очень долго еще была в таком, пребывала в шоке в таком, да. Ну, блин, и сколько мимо прошло людей, и никто даже не обратил на это внимания. Ну, я не знаю, ну как, ну, блин, люди, будьте внимательны. Ну, если мимо вас бежит, там, в холодную погоду ребенок маленький, там, 3-4-5 лет в одной футболке, ну, блин, ну, понятно же, что что-то не так. И столько людей проходило не навстречу, никто даже не обернулся, как бы, да, ей вслед. У нас была ситуация наподобие в Питере, да, те, кто давно с нами, наверное, видели уже. Видео у нас на канале было, там немножко тоже попало, что мальчик, мы шли, и там вообще, там просто сотни тысяч людей идут мимо, на Невском. Мальчик, я не помню, уже сколько ему там лет было, ну, как-то, может быть, начальная школа, там, 5-6-7, ну, как-то так вот. И он ревет вовсю просто, он окричит, мама, мама, и все просто проходят мимо, ну, как будто так, и должно быть все нормально. И вот тоже мы с ним остановились, мы позвонили в полицию, мы нашли его маму, передали тоже ребенку из рук в руки маме. В общем, поражает, конечно, вот это вот людское безразличие. Будьте, давайте будем как-то добрее и внимательнее друг к другу, что ли, и тогда мир станет лучше. Вот. Ну, и на этой ноте буду заканчивать наше видео. Всем, как всегда, ребята, огромное спасибо за просмотр. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас очень разносторонний канал, да, какие-то поездки, не поездки, домашние, обычные дела. Вот. Ставьте, конечно, ваши классы, да, там колокольчик поставьте, чтобы не пропустить наше новое видео. Также вы можете донаты нам отправлять. Мы вот копим, как я уже говорила, на камеру, у нас камера опять что-то вообще. Тупить не знаю, как мы сейчас поедем с ней в Питер, она выключается каждые несколько минут. И иногда даже не сохраняют видео, что очень обидно. Вот. Также можете, да, отправлять нам донаты на какие-то музеи развлечения на мороженку в Питере. Всем очень будем благодарны. Вот. Ну, а пока до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok